Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП на мусороперерабатывающем заводе. На предприятии в результате несчастного случая 27-летний машинист потерял руку. Накануне его доставили в реанимацию. С врачами, следователями и руководством завода сегодня встретились наши корреспонденты. Мусороперерабатывающий завод по иронии судьбы сегодня отмечает маленькую дату. Он открылся ровно две недели назад, 22 января. На предприятии закупили современную технику по сортировке и переработке твердобытовых отходов. На конвейере по сортировке мусора и работал потерпевший, 27-летний Сергей Романенко. В экстремном порядке он был прооперирован. К сожалению, технических возможностей сохранить руку нет, не представлялось возможным. Ночь он провел реанимацию. В настоящий момент пациент переведен в отделение. Состояние стабильное. Врачи 4-й городской больницы, многое повидавшие за годы практики, такое увидели впервые, признается Денис Макаров. Рука пострадавшего просто лежала в рукаве рабочей куртки, рассказывает доктор. К сожалению, реимплантацию столь большого органа не проводят, да и функциональный протез будет не подобрать. Результатом проверки будет принято процессуальное решение. Возбуждение уголовного дела. Если же будут установлены нарушения техники безопасности труда, а также со стороны должностных лиц. Если же будет доказана его собственная неосторожность или собственная невнимательность, пренебрегая техникой безопасности, то уже будет принято решение об отказе. По факту несчастного случая следственный комитет уже начал проверку. Изъяты документы, опрошены очевидцы ЧП. Они рассказали следователю, что в конвейер что-то попало, и пострадавший решил достать это, не отключая технику. Машинисту конвейер запрещается прикасаться к движущейся, вращающейся к частям конвейера. Это, как называется, у нас строится похороня труда для машиниста, подающего консортировочный конвейер. Директор мусороперерабатывающего завода Константин Манаев к проверке всех уровней готов. На предприятии работает не очень много специалистов. Все они прошли обучение у производителей машин и инструктаж по технике безопасности. Что произошло на самом деле, будут устанавливать следователи. Конечно, это беда и для Сергея Романенко, который потерял теперь руку. Ну, как бы мы с нашей стороны, мы берем все затраты, если там какие операции, что там, какие вопросы. Ну, конечно, это будет по инвалидности, но будет получать пенсию. Татьяна Штылер, Юлиана Третьяк, Петр Рукин, Орин ТВ.